Медиагруппа Авангард представляет Итак, друзья, здравствуйте. Меня зовут Сергей Нейдер. Я директор по развитию бизнеса перспективного мониторинга. И здесь, конечно, в зале собрались и продолжают собираться люди, которые представят разные позиции в отношении киберучений. Здесь будут доклады и разработчиков решений, и провайдеров услуг по киберучениям. Конечно, будут заказчики и те люди, которым эта тема, в принципе, интересна. А тема действительно интересная. И я, и мои коллеги, которые сегодня здесь будут выступать, можем говорить об этом действительно часами, потому что мы это все делаем своими руками. Нам это безумно интересно. И, конечно, мы хотели бы поделиться своим опытом, своими знаниями с аудиторией. Хочу сказать пару слов о терминологической бойне. Давайте в нее не будем, наверное, сегодня вступать. В том числе и в комментариях к нашим стримам и в вопросах. Не задаваться такими вопросами, что такое киберучение, что такое кибермучение, что это киберполигон, торт Наполеон. Давайте просто послушаем те точки зрения, которые мы вам сегодня расскажем, а выводы уже будете делать сами. И я приглашаю на эту сцену первого нашего спикера, который будет открывать сегодняшнюю программу. Это Алексей Максимов, заместитель директора национального киберполигона, компания Ростелеком Солар. Наверное, начну рассказывать с того, что вот в процессе нашего создания, нашего киберполигона мы столкнулись с тем, что по большому счету мы поняли, что для чего нужен киберполигон как таковой. Он нужен по большому счету для того, чтобы проводить обучение непосредственно наших коллег. И основная цель – это непосредственно создание этих условий для того, чтобы наша страна обладала киберустойчивостью. Начнем с того, что мы сейчас в настоящий момент видим вокруг. Ну, первое. Все мы понимаем, что количество угроз и сложности атак, которые идут на нас, они возрастают, причем практически чуть ли не в геометрической прогрессии. Мы видим то, что в настоящий момент у нас происходит просто катастрофическая нехватка кадров. Причем это видно даже по тому, как мы ищем себе наших сотрудников на киберполигон. И сталкиваемся с тем, что понимаем, что вообще классическое образование, оно не успевает удовлетворять те потребности рынка. Вот по тем нашим исследованиям, которые есть, они достаточно открыты, информация, у нас сейчас не хватает где-то порядка 17-18 тысяч человек ежегодно. Именно в области инфобеза. А с учетом того, что цифровое пространство у нас сейчас постоянно расширяется, то защищать-то его некому. Вот есть некие осколки крепости, а вот общего периметра защиты его не существует. Возникает вопрос, а где мы можем вообще учиться инфобезу? Ну, понятное дело, что вузы. Вузы по десятке готовят достаточно большое количество специалистов, но все равно их катастрофически не хватает. Есть обучение специализированного от вендоров, но каждый вендор, он все равно закладывает в обучение свои цели и задачи. Есть, естественно, и Б-комьюнити. Ну, понятное дело, блок Лукацкого, форумы, встречи, как бы неформальное общение. Есть обучение, естественно, от регуляторов. Ну, естественно, когда человек приходит на работу, молодой сотрудник, его, естественно, сразу не пускают к боевой системе. Ему дают возможность сначала обкататься каким-то образом на старшим или младшим помощником, чтобы вот сюда трогать, здесь не трогать, сюда вообще не ходить. И вообще происходит интересная ситуация, что классическое ИБ-образование, оно дает классическую информацию, да, но вот на уровне практики, там нету практически, за редким исключением, очень мало. Мало именно вот этих вот активностей. И самое главное, что оно не дает, не закладывает на уровень инстинкта и автоматизма те активности, которые должны быть у ИБ-шника. Где вообще можно практически тренироваться? Ну, CTF-ы, понятно, все из них вышли, все знают, что такое CTF, это красиво, это интересно, для студенчества великолепная тема. Понятное дело, что существуют еще пин-тесты. Тоже. Кто не пин-тестил сайты? Естественно, существует у нас борьба там Red Team, West Blue Team, но опять же это некая группа все-таки энтузиастов, которые этим делом занимаются. Ну, естественно, есть там бои профессионалов, это когда стенка на стенку. И еще один элемент, это вузовские киберполигоны, которые либо создаются энтузиастами у себя непосредственно на кафедрах, либо они там закупаются, уже существуют некие решения на рынке. Но вот тут интересная ситуация, что вот вообще ИБ-шник как таковой, это мы привели аналог, что это как пожарник, да, не с той точки зрения, что он там 24 часа спит и все остальное время отдыхает. Нет, он должен мало того, чтобы понять, уметь тушить пожары, которые бывают, если пробили, да, он должен же уметь еще понимать, как распространяется этот пожар. Он должен понимать, как его предотвращать, и самое главное, понять, откуда он пришел. И вот это качество ИБ-шника, оно должно присутствовать в нем. Вот тут возникает еще интересное много вопросов. Это связано с тем, что вообще кибербезопасность, она критична для производства, потому что если пробили, понятно, все, там начинаются последствия. Хорошего ИБ-шника как такового, его нужно готовить как пилота-истребителя. То есть вначале мы обучаем его, естественно, по классике по бумагам. Он читает, естественно, руководство, он читает некий комплект документации, потом ему показывают, как это более-менее работает, потом дают порулить в какую-то имитацию, и только после этого его сажают за симулятор. Но симуляторов как такового, их очень мало. И вообще отработка вот этих боевых навыков, их нужно отрабатывать в комплексе, потому что знать, как только защищаться, и знать, как только восстанавливать, это немножко неправильно. Хотя тут можно немножко зайти с другой стороны, что у каждого есть своя специализация. Но желательно, чтобы ИБ-шник понимал, что это комплексная задача. И основной целью вообще, это является цель существования ИБ, это киберустойчивость самого предприятия. Не то, что мы красивые, у нас все есть, у нас есть великолепное ПО, у нас есть великолепное железо, и мы готовы, мы стоим и ждем. Нет, мы должны не просто ждать, мы должны стоять в ожидании, сейчас нас такуют, но мы должны быть готовыми к этому. И еще один момент, как бывает иногда, что ИБ, за что отвечает ИБ? А ИБ отвечает за что? Айтишники что должны делать? А что должен делать бизнес? А что делает система внутренней безопасности? Нет, тренировать нужно всех. И вот тут создает интересная ситуация, что вообще нужно подходить к изменению обучения ИБ-специалистов в разрезе новой парадигмы. То есть мы должны ИБ-шников учить не просто классики, вот это сегментарно, а мы должны их учить непосредственно на направление практического развития навыков. А как это можно сделать? Вот по уму, да? Но прежде всего нужно понять, что должен существовать некий цифровой двойник. Мы его создаем, он существует. После этого у нас даже должна быть некая инфраструктура, которая может поддерживать большой потак обучающихся. Именно вот на этом цифровом двойнике. Должен быть достаточно богатый выбор сценариев. От автоматических до и ручных. Потому что если на автомате научился, то нужно все-таки доносить некую дозу R&D. Должна быть методология, потому что без нее достаточно тяжело жить. И эта методология должна подразумевать под собой еще и цикличность обучения. Если человек прошел раз обучения, это не факт, что в следующий раз он его пройдет, и нужно его постоянно натаскивать на новые угрозы. Ну и, соответственно, нужно рассматривать ситуацию, что сотрудники, они по большому счету все разноуровневые. Есть там спецы, есть джуниоры, есть мидлы. И для каждого нужно подготавливать какой-то свой такой вот срез для обучения. И вот по результатам вообще это должно быть принципиально новый, вот по результатам вот этого всего комплекса, должен быть принципиально новый уровень готовности отражения кибератак. Итак, вот все то, что мы говорили, то, что я говорил, основная цель это киберустойчивость. Зачем она нужна? По большому счету, если нас пробили, если нас атаковали, мы должны максимально быстро восстановить всю те структуры, которые есть, и чтобы производство вернулось в боевую систему. Но для того, чтобы киберустойчивость максимально себя проявила, то это необходимо проводить цикличное, я повторюсь, цикличное и практикоориентированное обучение сотрудников, и это должен быть процесс идти постоянно. А с учетом изменяющейся ландшафта угроз, то понятное дело, что каждый раз на старых вариантах сценариев и разработанных вариантах отражения атак долго не протянешь. Ну а теперь давайте немножко нескромно. Мы считаем, что национальный киберполигон на настоящий момент это ответ на вызовы сегодняшнего дня. А теперь я попробую объяснить, почему это. Итак, начнем, наверное, с того, что основная задача это то, что мы на киберполигоне позволяем и учим сотрудников на реально боевых условиях. То есть у нас стоят действительно реально боевые системы, которые практически стоят у всех нас. То есть если СИЭМ, то СИЭМ. Если, допустим, там СИЗИ, то СИЗИ те, которые максимально распространены. Следующий момент это то, что мы смогли создать там максимально развитую технологическую базу. И, соответственно, мы к этому делу потянули свою экспертизу. А экспертиза у нас, она происходит с двух сторон. Потому что есть личностная экспертиза, а также есть постоянный поток информации, который к нам приходит из СОКа. То есть СОК – это является первейшим источником информации по самым новейшим угрозам. И самое главное – это то, что мы предоставляем возможность массового подключения сотрудников, специалистов непосредственно со всей страны. То есть решение – это не локальное, а решение – это облачное. То есть достаточно выхода в инет, нормальный канал и, соответственно, подключения к проведению мероприятия. Теперь по тому, что мы сделали. В настоящий момент у нас есть четыре сегмента. Это корпоративный сегмент, это банковский сегмент, это сегмент энергетики. Причем энергетики – это распределенные электрические сети и генерация. Сейчас у нас в этом году мы заканчиваем, вводим в опытную эксплуатацию нефтегаз. Это добыча, хранение и транспортировка. По мощностям – это у нас сейчас где-то порядка более 30 серверов, соответственно, СХД и, соответственно, мощности ЦОДА. В Настаза этот за 21 год мы провели в настоящий момент более 60 мероприятий, на котором у нас уже было, на котором присутствовали и проходили обучение более уже тысячи специалистов. Причем это не в рамках какой-то отдельного сегмента. Там Москва, Питер еще не в рамках всей страны. Мы создали более шести опорных центров. То есть опорные центры у нас пока в настоящий момент – это Дальний Восток, ДВФУ, это Новосибирск, это Сириус, это Питер, это Москва. В планах у нас сейчас будет в ближайшее время Самара. И самое главное, что мы, кроме всего прочего, мы стабильно развиваем свою платформу для проведения киберучений. То есть мы уже сделали локализацию, и она достигла достаточно высокого уровня стабильности. Так, ну я здесь немножко повторюсь, потому что вот полигон, он именно предназначен для того, чтобы можно было проводить практико-ориентированное обучение. Того, чего нам всем не хватает. То есть у нас, повторяю, более 60 мероприятий, более тысячи обученных специалистов, более 10, если быть там предельно точно, где-то в районе 12-13 командно-штабных тренировок. Причем это на уровне Министерства энергетики, на уровне, соответственно, регуляторов и регуляторов. И в настоящий момент у нас в нашей копилке где-то более 20 сценариев. Причем каждый сценарий, он является уникальным, и с помощью него можно создавать так называемые киллчейны. То есть это не отдельно заложенный какой-то один сценарий, который придет до киберучения. Нет, мы можем комбинировать. Что мы успели за этот год создать? Ну, понятное дело, что стабильную и прочную базу для постановки киберучения на поток. Вот этот весь год мы это дело откатывали и поняли, что стабильность есть. Соответственно, благодаря этому мы уже запустили и заложили основную базу для проведения непосредственно массового обучения ИБЭС-специалистов уже на 2020 год. Мы смогли разработать собственную методологию. Благодаря ей мы продолжаем наше развитие. Но, понятное дело, что кроме меда есть и ложка дегтя. Чего не успели? Ну, прежде всего, нас мало. Мы работаем, мы только начали. Но в настоящий момент мы вот в этом году следующем мы запланировали доработать и создать конструктор сценария и конструктор инфраструктур и конструктор сценария фатак. То есть это позволит даже малоопытному пользователю создавать ту структуру, которая максимально похожа на его родную структуру предприятия и на него уже, на эту структуру накладывать сценарий атак, который позволит отрабатывать именно отражение этих атак, которые максимально близко похожи. В следующем году мы планируем сделать красивую визуализацию. Ну, это очень важно, но, к сожалению, пока руки не дошли, но мы запланировали. Мы запланировали в следующем году сделать... Мы не успели. Мы начали это делать, но не успели. Мы уже запустили сегментарно, там, по бакбаунте, но это у нас в полном объеме будет в следующем году. Да, и, соответственно, мы хотим проводить... Сделаем все это очень красиво и будет вау-эффект. Итак, что самое главное, что киберполигон — это не только обучение, но это и построение киберполигонов. Мы знаем и умеем, как их строить. У нас есть экспертная оценка технологий и решений. Мы понимаем, как анализировать воздействие на технологические бизнес-процессы благодаря нашей команде. Мы понимаем, каким образом оценивают сайзинг и тестирование программно-аппаратных комплексов. Программа бакбаунти и промышленные тесты поиска уязвимости. Время подбегает. Продолжим. Быстро только расскажу, что мы планируем сделать в следующем году. Еще плюс два киберполигона. Это отраслевые, как-то горнодобывающие. И, соответственно, будет еще связь. Увеличение мощности ядра. Ядро будет увеличено где-то по мощности, наверное, в кратном размере, где-то, наверное, раз в 10. Модернизируем существующие инфраструктуры. Это наша постоянная работа, которой мы занимаемся. Перейдем на новую микросервисную структуру и архитектуру непосредственно самой платформы. Продолжаем развитие платформы и конструкции. Я говорил, что мы развиваем платформу в сторону конструктора атак и сценариев. Продолжаем создавать опорные центры именно нашей точки зрения присутствия в регионах. И, соответственно, думая на будущее, потому что 23-й год не за горами, мы думаем о том, каким образом будет проходить миграция с индоловской архитектуры, соответственно, на архитектуру Эльбрусов и Байкалов. И, соответственно, занимаемся поддержкой талантов через разнообразные стартапы. Все. Понимаю, осталось 0 минут. Ну и основная цель вообще как таковая. Мы планируем вот благодаря нашим активностям то есть изменить вот наше видение с точки зрения ИБ-образования. Потому что без этого, ну, нам в ближайшее время будет очень плохо и, естественно, мы заботимся о нашей стране. Наверное, все. Все, коллеги, я постарался. Ура. Вопрос. Планы грандиозные, особенно что касается массового обучения специалистов. Но из нашей практики вот основная проблема это кто будет учить, то есть подготовка тренеров, преподавателей. Вы как эту проблему решаете? Мы к этому заподходим с двух сторон. Прежде всего, это наши специалисты, которые помогают и занимаются именно таким боевым натаскиванием потенциальных наших тренеров. И это первый момент. Второй момент. Мы очень много работаем с вузами, потому что без вузов, к сожалению, этого проблемы точно не решается. Там, ну, специалисты, это, честно говоря, было бы глупо не пользоваться таким большим потенциалом, который у нас сейчас есть в стране. Спасибо большое. Спасибо. Так, а я приглашаю для следующего доклада Романа Овчинникова, руководителя отдела внедрения компании Security Vision. Да, коллеги, всем добрый уже вечер. Рад всех видеть. Алексей рассказал про устройство и, собственно, идеологию киберполигона Ростелеком Солар. Я бы хотел поделиться опытом проведения одних таких учений. В этом году мы, как компания Security Vision, провели совместные учения на базе этого киберполигона. Собственно, для нас это был новый опыт, которым мы спешим с вами поделиться. Собственно, в чем состояла цель данных учений? Основной целью любых учений является получение практических навыков расследования инцидентов кибербезопасности. И, собственно, это связано с тем, что те люди, которые работают на местах, зачастую не имеют реального практического опыта расследования и реагирования на инциденты кибербезопасности. И в случае, когда происходит реальный инцидент в их организации, в их инструктуре, они впадают в некое шоковое состояние. Для того, чтобы их подготовить, для того, чтобы то, что произойдет у них в организации, если вдруг произойдет, для них не было в первый раз, собственно, проводятся такие учения, на которых мы стараемся, мы как соучастники постарались для них подготовить те сценарии атак, которые они могут встретить в реальной жизни. Соответственно, исходя из этого, выходит и вторая цель обучения, это дать людям понимание того, какие, собственно, сейчас актуальные угрозы, как они реализуются, на какие объекты инфраструктуры направлены и так далее. Кроме того, мы хотим дать людям знание о том, какие современные способы и методы защиты имеются, как раз-таки для того, чтобы люди могли совершенствовать собственную инфраструктуру, что-то увидев, чему-то научившись, поняв, как можно улучшить их собственную систему обеспечения безопасности. По легенде наших учений, у нас были компании, которые являются субъектами КИИ, поэтому мы также хотели познакомить участников с тем, как нужно взаимодействовать с отраслевым сертом, чтобы они понимали, зачем это надо, как это делается, и поняли, что в этом нет, собственно, ничего страшного. Ну и последней целью мы видели некий такой элемент тимбилдинга, то есть со стороны участников были именно команды, и они должны были работать как команды, чтобы в сжатые сроки провести все необходимые действия по расследованию, составить некий отчет и таким образом полностью раскрутить цепочки атак. Для достижения обозначенных целей мы себе поставили ряд задач. Первой такой задачей являлась разработка сценариев атак. Что подразумевается под сценарием? По сценариям имеется в виду целый комплекс действий потенциального нарушителя от момента разведки до момента выполнения каких-то конкретных негативных действий. И вот именно вот такую большую длинную цепочку мы закладывали в рамках конкретного сценария. И вот нашей задачей стояло разработать такой сценарий, который, а, релевантен участникам, для которых мы проводили учения, то есть с учетом их инфраструктуры, с учетом специфики их бизнеса и, естественно, с учетом актуальных угроз, уязвимостей и всего такого. После того, как там методом изысканий, исследований, брейншторминга и всего такого мы составили сценарии, а на самом деле изначально мы предполагали большее количество сценариев с меньшими количественными шагами. На первом этапе было разработано порядка десяти сценариев, которые в дальнейшем в ходе обсуждений переросли в три больших комплексных сценария. И, собственно, именно эти сценарии, мы на базе этих сценариев проводились обучение. Дальше после того, как мы поняли, что мы будем делать, нужно было это реализовать. И эта реализация заключается как с точки зрения эмуляции действий нарушителя, так и с подготовки инфраструктуры. Что касается непосредственно IT-инфраструктуры, хостов, ПО, сетей, доменов, вот этого всего, тут мы полностью полагались на опыт коллег из Ростелеком Солара, потому что они уже давно этим занимаются, у них накоплен огромный багаж знаний, они сделали целую платформу, которая позволяет им эмулировать такого рода инфраструктуры. Поэтому техническая IT-инфраструктура была для нас более-менее понятна. Но дальше нужно было в эту IT-инфраструктуру внедрить определенные настройки тех или иных систем, внедрить определенные средства защиты, которые помогали бы нам в ходе реализации сценариев для того, чтобы участники могли видеть определенные этапы и так далее. То есть мы должны были подготовить и учетные записи, и права, и так далее. Вот это вот все в комплексе был такой следующий наш шаг, который занял тоже довольно много сил. Плюс мы должны были сделать это и масштабируемо, и клонируемо, потому что, как коллега уже рассказывал, эти учения должны проходить регулярно, они должны иметь возможность повторяться, поэтому это все должно быть воспроизводимо. Дальше, собственно, мы занялись непосредственной настройкой средств защиты информации, которые используются в типовых инфраструктурах наших заказчиков, и тех средств, которые мы видели необходимы для данных учений, как для того, чтобы сценарий полностью реализовать, так и для того, чтобы показать участникам, собственно, как эти средства могут использоваться в реальных атаках. Дальше мы, собственно, использовали наши инструментарии SWAR системы, то есть SWAR Security Vision, и была для нас отдельная задача, как для вендора, в рамках данных учений этот инструментарий настроить. То есть мы должны были дать людям инструмент, с помощью которого они могли выполнять свою задачу по расследованию атак для того, чтобы учения прошли максимально эффективно. И последней задачей было именно построение взаимодействия с сердцем. То есть мы должны были выработать этот регламент, формат взаимодействия, определить те задачи, которые ставим перед участниками в рамках взаимодействия с сердцем и так далее. Собственно, инфраструктуру этих учений с учетом того, что у нас участники были представители сектора энергетики, инфраструктура представляла из себя некий корпоративный сегмент, в котором находились основные сервисы, под сервисами я имею в виду как IT-сервисы, так и бизнес-сервисы, пользователи, сервисы и все такое. Был технологический сегмент, в котором, естественно, находилась инфраструктура с УТП. С точки зрения взаимодействия с пользователями и выявления атак происходило с помощью СИМ-системы, соответственно, была настроена СИМ-система, собирала все необходимые логии с двух сегментов со всей необходимой инфраструктуры и были настроены необходимые правила корреляции. Суть была такая, чтобы сценарий, например, состоял из 20 шагов. И мы должны были некоторые из этих шагов в виде потенциальных инцидентов через механизм корреляции в СИМ подсветить для участников, чтобы они понимали, это приближенно, в принципе, к реальной жизни, потому что, когда идет комплексная атака, мы можем не видеть всех действий заумышленника, но мы можем видеть какие-то отдельные его действия. И задача как раз-таки участников состояла в том, чтобы из этого всего составить цельную картину. Для того, чтобы они могли работать с теми интернетами, которые мы для них регистрировали, для того, чтобы они могли встроить взаимодействие с НКСК и был внедрен, собственно, в данную инфраструктуру САР Security Vision. Ну и, собственно, отдельным элементом был реализован СЕРТ. Тут, мне кажется, коллеги лучше подскажут, как это было реализовано, потому что в рамках этих учений был построен именно, был организован именно отдельный штаб, который в том числе взаимодействовал с СЕРТом. Собственно, в чем состоялись сценарии? Как я говорил, у нас был комплексный сценарий, и наша задача была с одной стороны дать людям представление о том, как могут проходить комплексные атаки, с другой стороны немножко их запутать, чтобы они понимали, что не все так просто в этой жизни. Собственно, что происходило по сценариям? У нас было три сценария, я расскажу про два из них. Первый сценарий связан с внешним злоумышленником, то есть у нас был сценарий, когда внешний злоумышленник обнаруживал наш периметр, сканировал его, дальше, используя уязвимости в тех сервисах, которые доступны на периметре, проникал в нашу инфраструктуру, дальше, по легенде, он собирал информацию, и, собственно, далее его усилия распараллеливались на отдельные такие действия. То есть мы тоже предполагали по нашей легенде, что это не один человек в качестве злоумышленника, а целая группировка, потому что один человек, такое было бы сложно провернуть одному человеку. И с точки зрения нашего сценария, злоумышленник двигался по направлению воздействия на технологический сегмент, там, внесение негативных последствий, отказа в обслуживании, для того, чтобы компания, собственно, энергетического сектора понесла ущерб именно ощутимый, весомый, который можно было бы увидеть, грубо говоря, у их клиентов, которых они обслуживают по газсвет. Дальше мы рассматривали атаку на компанию как на полноценную корпоративную, как на обычную интерпрайс. Соответственно, мы направили атаку на типовые элементы IT-инфраструктуры с целью хищения данных критичных для них. И третий элемент этой атаки был направлен на систему дистанционного банка обслуживания, используемого в компании, для хищения денежных средств. То есть по нашей легенде участник мог увидеть только часть этих всех цепочек или все эти цепочки вот именно полноту расследования мы и хотели увидеть. Второй сценарий был связан с внутренним нарушителем, хоть он здесь действует изне, но по факту изначально у него полномочия внутреннего нарушителя. В чем была идея? То, что на работу устраивается рядовой сотрудник, но с мыслями о том, что нужно нанести некий ущерб компании. В условиях пандемии данный сотрудник работает из дома, через VPN. Соответственно, работая с домом, подключаясь к своему рабочему месту, проводил некий анализ IT-инфраструктуры, на самом деле проводил исследование домена домена компании, находил определенным образом учетные записи, которые с использованием определенного инструментария он мог перехватить, то есть, которым мог завладеть, таким образом повыше свои привилегии. Дальше, соответственно, у него было горизонтальное смещение, он перемещался на другую рабочую станцию, там тоже получал определенные привилегии, и в итоге все дошло до того, что наш злоумышленник получил golden ticket в Active Directory, ну и финальный его штрих был направлен на корпоративный файловый сервер, данные с которым он себе скопировал, запустил шифровальщик и потребовал собственно выкуп. Постарались в рамках данных учений использовать максимально тот инструментарий, который используется в реальных атаках, то есть примеры того инструментария, который мы использовали на экране, соответственно, это инструментарии, как связанные с поднятием различного рода туннелей, инструментарии, связанные с разведкой воды, с применением техник обхода какой-то механизм защиты кербереса, с перебором паролей, всего таким для повышения привилегий, и собственно для выполнения активных действий, обхода УАКов и всего такого. Отдельной задачей для нас, как для вендора, стояла настройка СУАР-системы в рамках данных учений, и тут мы получили некий новый опыт. Почему? Потому что в классическом варианте при внедрении СУАР-системы, СУАР-система направлена на автоматизацию неких сценариев реагирования, то есть мы заранее определяем возможные некие типы атак, которые мы детектируем и расследуем, выстраиваем на эти типы атак плейбуки, и собственно этот плейбук автоматизируем, ведем по нему пользователей и так далее. То есть это такой классический способ автоматизации деятельности операторов СОКа. В данном же случае нам это не нужно было. У нас киберучение, мы должны были человека заставить искать, думать, находить и расследовать. Поэтому перед нами стала задача настроить нашу платформу таким образом, чтобы с одной стороны у него был удобный инструментарий для проведения расследования, с другой стороны он мог выстраивать вот эту именно цепочку исходя из той информации, которую он собирает и исходя из тех инцидентов, которые регистрируются в CME. Я считаю, что мы справились с этой задачей, потому что по итогам довольно успешно многие команды раскрутили все эти наши сценарии. Но тем не менее, я не говорю про то, что здесь стояла классическая для нас задача по интеграции с различными объектами IT-инфраструктуры, с внешними сервисами и так далее. В принципе, это основной функционал СААР, который и так, я думаю, всем понятен. Что по итогам? По итогам участники, которые проходили эти учения, в большинстве успешно раскрутили все сценарии атак, то есть они нашли начало, они нашли конец атаки, они нашли практически все промежуточные этапы, собрали это в виде неких индикаторов компрометации по инфраструктуре, выработали набор мер, которые они считают должны быть необходимы как для предотвращения такого инцидента в будущем, так и меры, которые они предприняли бы для реагирования на данный инцидент, если бы это произошло реально в их инфраструктуре. Участники успешно осуществили взаимодействие СЕРТ, то есть они отправили информацию о выявлении инцидента, отправили информацию по ходу расследования инцидента и в соответствии с логикой этих учений по итогам той информации, которая была собрана в СЕРТе, был разработан бюллетень, которая направлена всем участникам для того, чтобы этот инцидент больше нигде не повторился. Ну и, конечно, итогом стал новый опыт как для участников, собственно, ради чего мы все это проводили, так и для организаторов, то есть для нас мы поняли себя и некоторые вещи, которые мы можем развивать в своем продукте и плюс мы повысили собственную экспертизу, так как все-таки выступать в качестве РАД-тима для нас это был новый опыт. На этом у меня все. Спасибо. Отлично, Роман. Спасибо большое. Роман, скажите, пожалуйста, если это, конечно, не секрет, сколько по времени заняла подготовка к киберучениям и какие специалисты к вам пришли потренироваться? По срокам обсуждения первых сценариев мы начали от момента обсуждения первых сценариев до проведения самих учений, то есть когда мы все уже подготовили, это все заняло порядка трех месяцев. И третье за это время мы потратили на проработку сценариев, третье на их практическую реализацию и третье на уже техническую настройку всей инфраструктуры. С точки зрения тех специалистов, которые пришли на учение, это были именно сотрудники службы B, собственно, те, кто в своей ежедневной деятельности занимается расследием инцидентов. И поэтому я считаю, они очень успешно справились, потому что им это было уже знакомо и компетенция оказалась довольно высокой. отлично, спасибо, это прям невероятно интересный опыт. Благодарю вас. Следующим спикером буду я. Мы за последние несколько лет с командой нашей группы компаний объездили ну, чуть ли не три десятка городов от Дальнего Востока до Дальнего Запада. И частенько, когда мы в кулуарах разговаривали с людьми, нам давали такие реплики. Вы вот рассказываете замечательные, очень интересные вещи, но у нас есть одна проблема. И вы знаете, даже проблема не в деньгах, а проблема в том, что нет людей. И мы, как провайдер услуг в области кибербезопасности, эту проблему тоже достаточно остро ощущаем на себе. Людей мало. Людей нам приходится в том числе готовить самим. И мы, конечно, хотели бы создать инструмент, который помог бы нам, который помог бы коллегам каким-то образом этот процесс по подготовке специалистов в области обеспечения информационной безопасности наладить. На этих же мероприятиях частенько мне говорят, вы знаете, у нас вообще нет никаких секретов, нас никто никогда не будет ломать и говорят, подождите. Атака на вас для злоумышленников практически ничего не стоит. Они проходят в автоматическом режиме, стоимость у них минимальная. Мы в нашем коммерческом соке сканирование инфраструктур заказчиков фиксируем, но уже там даже в отчетах практически не считаем. Поэтому уповать на то, что я неуловимый джоя никому не нужен, ну это по меньшей мере глупо. Есть, конечно, вещи, которые мы вообще никак не можем контролировать. Это что к нам прилетит, откуда к нам прилетит, прилетит обязательно, какая квалификация будет у нарушителей, какие ресурсы он сможет направить на то, чтобы нас атаковать. Это неподвластные нам переменные. Но есть вещи, на которые мы повлиять все-таки можем. То, насколько быстро мы обнаружим компьютерную атаку, какие действия мы предпримем, чтобы эта компьютерная атака не повторилась в будущем. То есть мы вполне себе можем влиять на собственный опыт, на те уроки, которые мы из компьютерной атаки, из компьютерного инцидента получим. И в общем-то мы, когда разрабатываем наш киберполигон эмпайр, исходим именно из этой парадигмы, чтобы человек, пройдя некий курс подготовки на нашем киберполигоне, вот когда он неизбежно попадет в ситуацию стресса и в ситуацию компьютерного инцидента, чтобы он не паниковал, чтобы он знал, что делать, чтобы не было ситуации, ой, меня атакуют, не буду ничего делать, чтобы хуже не стало. Нет, реакция обязательно должна быть и она должна быть осознанной, осмысленной и именно для этого мы предлагаем и призываем тренироваться. Причем, ну естественно, нет вообще никаких плохих форм обучения. Хочешь тренироваться и можешь тренироваться на киберполигоне, отлично. Есть возможность пройти курсы какого-то производителя оборудования, замечательно. Появилось у тебя там полтора часа, чтобы книжку по информационной безопасности почитать. Ну и отлично. Учиться надо обязательно. И какое-то время назад мы придумали для себя концепцию. Как же это делать? И давайте я вам сейчас наверное немножечко про эту концепцию расскажу. Это концепция классических киберучений, ну как мы ее себе в любом случае представляем. Как проходят киберучения на импайре? Есть преподаватель, который запускает виртуальную инфраструктуру. Эта инфраструктура повторяет по составу и сервисов и в целом информационных технологий инфраструктуру предприятий. То есть там прям развернуты контроллеры домена и сервер управления базами данных и средства защиты информации. ну естественно мы где-то должны видеть вот эту нехорошую активность, которую у нас создает автоматический нарушитель. Мы его специально сделали машиной просто для того, чтобы вот эта ситуация компьютерной атаки негативного воздействия была повторяемой, контролируемой и преподаватель, тренер, который работает с киберполигоном мог отслеживать в общем прогресс подготовки специалистов. Группа мониторинга смотрит средства защиты информации, которые развернуты в инфраструктуре и описывает в карточках инцидентов что произошло, какой инструментарий использовался атакующим, откуда пришла атака, на какие ресурсы она была направлена и передает эти карточки инцидентов в систему инцидент менеджмента. Эти карточки инцидентов принимают команды реагирования эти ребята уже занимаются непосредственно какой-то активностью внутри вот этой виртуальной инфраструктуры на которой происходит тренировка. То есть у них роли немножечко отличаются. У одних задача выявить атаку и описать ее, у другой команды задача устранить те уязвимости, которые есть в рамках данного конкретного сценария. здесь представлена модель инфраструктуры, на которой у нас происходит тренировка. Это, скажем так, минимальная конфигурация, на которой мы в любой момент буквально за 3-4 минуты можем начать киберучение и там 2 минуты просто залогиниться в систему у меня займет. Естественно, есть возможность кастомизации этой инфраструктуры. То есть у нас есть и сегмент интернета, откуда к нам прилетают, атаки внешнего нарушителя, сегмент DMZ, где расположены сервисы, с помощью которых компания как-то взаимодействует с внешним миром, с интернетом. Содовский сегмент, сегмент пользователей, эти ребята у нас вообще частенько страдают, они становятся злонамеренными инсайдерами, незлонамеренными инсайдерами, к ним там прилетают фишинговые письма, вредоносное какое-то программное обеспечение, даже жалко этих неживых ребят и небольшой сегмент СУТП. Если мы говорим о сценариях, то какое-то время мы жили в парадигме захардкоженных сценариев, когда преподаватель мог выбрать из какого-то конечного списка тот сценарий атаки, который будет использоваться в конкретной тренировке. Это сценарии все сложные, комплексные, состоящие из нескольких последовательных логических действий, вот именно как модели killchain. Но чтобы повысить вариативность этих сценариев, мы в новых релизах сделали конфигуратор сценариев, когда преподаватель, тренер может из таких кирпичиков, что ли, из составных частей самостоятельно планировать ход тренировки. Эту новую версию вчера показывал мой коллега Александр Пушкин в секции воркшопов. Я надеюсь, что кто-то из присутствующих здесь в зале, ну как минимум один человек точно видел, как это работает. Вот. И сейчас мне хотелось бы передать слово моему коллеге Павлу Юрьевичу Пушкину, заведующей кафедрой КБ-1 Российского технологического университета МИР-ИА. Он расскажет об опыте использования киберполигона в учебном процессе. Спасибо, Сергей. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я думаю, что здесь есть и мои коллеги-преподаватели. Это достаточно интересно. Есть в зале преподаватели кафедры? Отлично, отлично. Смотрите, все мы, преподаватели, знаем, какие задачи ставят перед нами. Регулятор, в частности, Министерство образования, ну или у кого-то там, соответственно, подведомственный ВУЗ, какой-то службе или министерству, у нас есть четко определенные стандарты, федеральные, государственные, образовательные стандарты. В рамках этих стандартов предусмотрены определенные лаборатории и компетенции. Мы, наш университет, да, является, наверное, самым крупным в области подготовки специалистов по защите информации, но только на нашей кафедре 1200 студентов обучается, этот выпуск 316 человек, не знаю, как мы его переживем. В общем, по университету 6 кафедр готовят специалистов, ну, больше, около 3000 специалистов по защите информации обучаются. Какие задачи мы ставили? Чтобы подготовить такое большое количество человек, нам необходим был инструмент, который мог бы реализовать вот эти компетенции, реализовать требования к лабораториям, которые у нас существуют. Мы рассматривали много различных комплексов. У нас есть, соответственно, CTF, кибербиатлон мы проводим, то есть все, что с этим связано, мы посмотрели, но не было возможности проводить так называемые постоянные, периодические учебные занятия. Этот комплекс нам позволил внедрить его непосредственно в настоящий учебный процесс. Вот эта повторяемость сценариев, о которых говорил Сергей, позволила преподавателю научиться самому в общем-то с третьего раза все проходить быстро. И, так как у нас большие потоки, то есть реализовать один за одним сценарий в рамках семестра. Что у нас получилось? У нас получилось, что в этом семестре, сегодня уже декабрь, мы прошли три сценария группы реагирования и мониторинга в рамках трех учебных дисциплин. Здесь бакалавриат, магистратура и специалитет. Студенты, надо сказать, достаточно эффективно и быстро освоили этот инструмент, но с небольшими трудностями, конечно, тоже столкнулись, расскажу чуть позже об этом. Но что интересного? Развернули мы этот комплекс в мае месяце, а с сентября начали учебные занятия. То есть преподавателям хватило один месяц до каникул, чтобы начать проводить соответствующие виды учебных занятий. Это очень хорошо. Развернули мы его на собственной инфраструктуре. То есть это на наших серверах. Мы их захотели включили, захотели выключили, раздали доступ нашим филиалам. Это тоже достаточно удобно. Провели кибер квест. Пытаемся и вот чего нам не хватает. Это конечно сценарий, который сейчас Сергей анонсировал. Я видел эту новую версию Ampire. Это очень хорошо. Мы будем его использовать в качестве проведения киберучений. Сценарий мы сейчас совместно с компанией перспективный мониторинг разработаем и проведем что-то вроде соревнований может быть с коллегами здесь видел наших коллег с института газа и нефти куда-то Дмитрий Анатольевич ушел. ничего. Ну и потом соответственно по результатам сможем уже оценить новую версию. Что еще хочу отметить. Смотрите когда мы проводим учебные занятия мы создаем карточки в учебную группу. Каждый студент в конце видит что он сделал что он успел и что он не сделал тоже в том числе. Преподаватель оценивает деятельность студента в том числе по автоматизированному отчету ну ну и дополнительно имеет возможность задать вопрос и оценить действия студента. в целом у меня все готов ответить на учебные вопросы если они есть у моих коллег. Какая метрика берется за время устранения уязвимости то есть когда патч поставил или что-то еще кто ответит давайте я отвечу это время в которое наш чекер на наличие или отсутствие уязвимости понял что уязвимость устранена. То есть это все проверяется тоже в автоматическом режиме. Соответственно потом лидер команды реагирования закрывает эту карточку и тот студент который занимается студент в широком смысле слова это не обязательно студент вуза молодец получает хорошую оценку и положительный отзыв от тренера на разборе полетов после отработки группы реагирования получается да конечно есть ли какие-то конечные цели кроме установки патча на уязвимость спрашиваю да другие конечные цели есть то есть это правильная конфигурация сервисов это например установка сложных паролей там где были изначально слабые подобранные пароли то есть вариативность задач в рамках вот этих сценариев которые предлагаются она тоже достаточно серьезно чтобы все наслышали уже олег седов одна из задач киберучений это взаимодействие различных подразделений в корпоративной среде не было ли у вас желания попыток обсуждения плюсов-минусов взаимодействия профильных студентов с непрофильными в рамках киберполигона отработки понимания диалога идея хорошая но мы только 4 месяца этот полигон используем надо взять на вооружение спасибо мы попробуем идея действительно неплохая спасибо Олег не знаю может быть я конечно прослушала упустил какой-то момент на каких условиях это предоставляется вузам и что нужно сделать вузу чтобы стать частью подобной программы у себя развить для студентов Сергея наверное вопрос быть вузом первое условие второе позвонить в перспективный мониторинг позвонить мне мы с вами как-нибудь попробуем этот вопрос решить инициатором должен быть вуз мы частенько являемся сами инициаторами но вузов у нас все-таки в России достаточно много и в том числе там где открыта специальность направления подготовки поэтому если вдруг вы проявите инициативу мы конечно будем только за что называется у вуза должны быть свои серверные мощности под это дело либо вы облачную нет это конечно не обязательно то есть есть вариант предоставления полигона как программно аппаратного комплекса как программного обеспечения и как соаз вариантов много коллеги спрашивают не рассматриваются ли у нас сценарии по устранению самого нарушителя а не последствия его атаки ну конечно да мы должны сделать такие условия когда мы его оттуда выгоняем да то есть либо вся его активность дальше не имеет смысла либо мы изолируем там ту машину на котором на которой ему удалось закрепиться можно пофантазировать да например проводить какую-нибудь деанонимизацию этого нарушителя виртуального и там ставить галочку устранить к нему там выезжает наряд полиции было бы интересно спасибо спасибо вам большое мы тогда продолжаем и мне хотелось бы пригласить на сцену Валерия Комарова Комаров Валерий Департамент информационных технологий и одной из задач моего подразделения является обеспечение координации и методического сопровождения деятельности субъектов КИИ города Москвы по обеспечению безопасности объектов КИИ собственно мой доклад не будет про такие глобальные вещи которые озвучивали докладчики передо мной он масштабный в силу количества и востребованности но про работу на земле с теми людьми которые работают на благо всех горожан всех граждан в городских учреждениях и аспект доклада будет касаться в основном это деятельность субъектов КИИ с точки зрения методического обеспечения и правовых оснований проблем как таковых нет наши уважаемые регуляторы ФСТЭК и НКЦК и ФСБ выпустили уже достаточное количество как официально утвержденных документов так и проектов документов включая ГОСТы по процедурам реагирования на компьютерные инциденты которые позволяют при инициативном отношении специалиста по защите информации в организациях процессы выстраивать собственно в городе все это было проведено в установленной законном сроке были выстроены процессы соответственно для незначимых объектов Киев по соответствующим приказам ФСБ по значимым разработаны методички формализованные карты все выстроено пришла пора проверить а все ли правильно мы построили все ли у нас эффективно работает готовы ли мы к возникновению реагирования на компьютерные инциденты и вот здесь возникают сложности как проводить такие тренировки в городе очень большое количество автономных небольших по своей структуре если брать с точки зрения IT объектов критической информационной инфраструктуры соответственно это территориально разбросанные они могут состоять из небольшого количества оборудования но они жизненно важны для деятельности города с точки зрения реагирования на инцидент как это трактует законодательство то есть нарушение функционирования либо прекращение функционирования объекта такое реагирование выстроено уже изначально то есть любой главврач больницы руководитель участка какого-то транспортного предприятия он знает что будет делать если просто такая система вышла из строя неважно в результате компьютерной атаки или в результате механической поломки воздействия неблагоприятных факторов и есть ли здесь область которая для нас возникает с точки зрения защиты информации а она есть потому что специфика именно компьютерного инцидента что это во-первых рукотворное нас атакуют второе мы видим выход из строя одного объекта но в организации чаще всего несколько объектов если мы видим успешную атаку а инцидент это уже успешная атака то скорее всего злоумышленник может уже проводить атаки в отношении других моих объектов либо используя идентичность инфраструктуры и возможностей проводить атаки на другие предприятия города в данной сфере соответственно встает вопрос скорейшего оповещения как по горизонтали так и по вертикали в рамках городского управления не просто о том что у нас сломалась какая-то установка а о том что надо запланировать заранее и принимать меры по сигналу где-то что-то сломалось подозрение на компьютерную атаку приступаем к реагированию проверяем все остальное успеть защитить подготовиться до того как хакер злоумышленник все это реализует и встает проблема основная а как разработать сценарий тренировки потому что с точки зрения теории все просто врач увидел неисправный томограф рентген неважно какую-то медицинскую установку отнесенную ИКИ и оповещает по процедуре там ответственного руководителя руководства больницы оповещаем НКЦКИ и вроде как все выполнили дальше производится ремонт замена а как тренировать прийти к нему сказать даем тебе водную установку выключена и в чем тренировка да он расскажет я вот в такой ситуации по такому номеру или по такой почте сообщу тренировка выполнена соответственно вторая проблема в том что в организации есть специалист по защите информации по обеспечению безопасности значимому объекту если он организует тренировку он сам не тренируется потому что кто ему будет водную давать кто будет его тренировать и кто будет оценивать его действия необходим посредник возникает вопрос как имитировать взаимодействие с НКЦКИ да по процедуре есть карточки которые заполнят об инциденте они знают на какой телефонный адрес на какую почту отправят можно отработать дублирование что не работает электронная почта значит воспользовались телефоном это все отрабатывается в начале но встает вопрос а как тренировать НКЦКИ задаст вопросы и запросит подробности инцидента это вполне существующая практика особенно со значимыми объектами КИИ где будет серьезный инцидент и запрос информации дополнительный будет скорее всего прям обязательно соответственно вводим в сценарий отдельным кейсом общения с НКЦКИ по реагированию на компьютер инциденты есть проблемы с нарастающей сложностью то есть мы можем имитировать что отключили какой-то сетевой коммутатор муштизатор а можем имитировать что мы например врачу или диспетчеру в энергетике выдаем на монитор неверную информацию соответственно не только прямая поломка синий экран смерти а то что у нас работник обычный понимает что он видит что-то не так и понимает что он дальше делает и мы вовремя реагируем не допуская каких-то серьезных последствий для населения или для жизнедеятельности города это все постепенно это все требует творческого подхода к разработке сценариев и сценарии должны быть привязаны к жизни конкретного субъекта то есть давать типовую ему водную у нас такой-то инцидент не даст эффекта по каждому предприятию где мы проводим тренировки организуем мы стремимся разработать под конкретную специфику под конкретных людей под те процессы которые у них есть они различаются даже внутри одной сферы ки очень противником являюсь формального подхода и вот этой шаблонизации то есть индивидуальный подход и инициативность постепенно у вас нарастет зрелость системы и вы будете повышать сложность комплексность тренировки почему я указываю на слайде что против одной сложной тренировки а проводить несколько разных уровней но увязанных одним замыслом проблема в согласовании таких действий пока вы будете согласовывать сложную тренировку со всеми руководителями задействованных подразделений с управлением с привлечением каких-то других организаций уйдет очень много времени слишком много интересов разных людей не связанных с ЭБ будет задействовано за это время вы успеете уже провести простые тренировки но за счет общего замысла у вас получится тот же самый эффект это просто более реально провести соответственно вы можете начать с индивидуальных когда вы работаете с конкретным человеком отвечающий за какую-то роль в ваших процедурах реагирования на компьютерный инцидент с диспетчерской смены с подразделения либо всей организации и комбинировать эти варианты вы провели для всей организации увидели конкретные недостатки по каким-то участкам или по сменам диспетчерским соответственно вы можете дальше проводить тренировку закрепляющую уже не по всей организации а именно с этим подразделением и отрабатывать те действия и те недостатки которые были выявлены ранее это затребует меньше ресурсов и меньше согласования это упростит вашу работу что важно учитывать вот по опыту реальных стандартная проблема даже при подготовке это неправильный расчет времени чаще всего время отведенное на конкретный этап плана будет занижен столкнулись до банального что заполнение карточки об инциденте для отправки в НКЦКИ занимает не 10-12 минут а 40 очень большая проблема когда персонал даже заранее обученный тренированный там скажем в индивидуальном порядке не понимает и он собственно не обязан понимать это не основная его работа он диспетчер слесарь механик всей терминологии той которая идет в нашем законодательстве по компьютерным инцидентам это очень сильно будет проявляться при общении с НКЦКИ он просто не будет понимать вопросов и на это надо закладывать время готовить людей с диспетчерами возникнет другая проблема что они работают по сменам и вам для того чтобы охватить всех диспетчеров тренировка будет проводиться не часа не два и даже не один день потому что вызвать человека который работает сутки трое вне его смены это тоже проблема которую надо согласовывать и с службой кадров там с охраной труда и прочее то есть у вас этот процесс он достаточно и объемный и затратный по времени и это факторы надо учитывать при подготовке другая проблема это согласование вне организации ведь что значит что мы проводим тренировку на субъекте Киев это реально действующая организация которая выполняет свои функции в жизни города да мы внутри нашли окно технологическое когда мы можем провести тренировку но на это предприятие существуют планы в рамках всего города то есть диспетчер спасательной службы может направить пациента в эту больницу она же не выведена из эксплуатации она не приостановила соответственно надо согласовывать уведомлять о том что в такое-то время диспетчеризация пациентов на данную больницу не проводится то же самое касается транспортных предусматривать сразу варианты согласования из ГИБДД и с прочим то есть вопросов возникнет очень много при таких тренировках и подходить к ним надо очень серьезно почему потому что любой негативный момент в начале пути приведет к тому что вы дискредитируете всю идею то есть любая неудачная попытка сделает саму идею тренировок токсичной для руководства соответственно она будет формализовываться и выполняться просто чтобы не было наказания от регуляторов да провели но эффективность ее для реальной безопасности будет понижаться в силу от объективных причин подготовительные мероприятия они очень серьезные и уделяете им больше внимания чем больше потратите времени и сил на подготовку тем проще пройдет само мероприятие и отмечу отдельно это проблема единоначалия ведь специалист по защите информации на предприятии он будет выполнять не так много задач при реагировании на компьютерный инцидент именно реагировать будут обычные штатные работники врачи инженеры слесари диспетчеры какие-то ремонтные бригады они уже подчинены действуют с другим руководителем они выполняют свои инструкции технологические карты и тут появляетесь вы и говорите что по компьютерному инциденту мы идем по своим процедурам и вопрос кто будет главный при реагировании на компьютерный инцидент он очень важный и вы на тренировках сможете в рабочем порядке выстраивать оптимальную структуру и уточнять ее ваших процедур реагирования на компьютерный инцидент в реальности потому что то что вы предварительно разработали в документах как там 235 приказе идет руководитель организации разрабатывает структуру сил субъекта КИИ по безопасности она может корректироваться вы по тренировкам увидите что эти полномочия и эти роли лучше переложить на другое должностное лицо потому что он будет более эффективно работать в случае реального инцидента не подходите к изначальному планированию как к догме тренировки они как раз для того чтобы корректировать и оптимизировать структуру и очень чаще очень часто забывается то что уже раньше звучало найти и уничтожить злоумышленника это вопросы сохранения цифровых доказательств соответственно мы не занимаемся оперативно-развескной деятельностью организация также не будет этим заниматься но важно сохранить максимальное количество журналов любых цифровых следов при ликвидации последствий чтобы не получилось потом что приходят представители правоохранительных органов говорят на вас компьютерная атака все подтверждено мы возбуждаем уголовное дело а как найти вы его все уничтожили преступник остается безнаказанным и второй момент это дисциплинарное наказание во время тренировок мы в некоторый сценарий закладывали прям сценарий что работник субъекта КИ нарушил правила например использовал неучтенный носитель либо включил GSM модем окно открыл в сеть и мы это выявили во время реагирования мы сразу тренируем как в рамках трудового законодательства зафиксировать эти факты как оформить документы как куда пошло то есть идет постоянное взаимодействие с кадровой службой с правовым управлением эти вопросы можно сразу в тренировке закладывать а не ограничиваться что вот мы компьютерную атаку только отражаем и самый важный момент который более специфичен конечно для органов государственной власти или подвесных учреждений это вопрос репутационный вы проводите тренировку а сейчас очень много людей активных в информационных сообщениях в сетях и в интернете которые не зная о том что это тренировка выдадут информацию что произошел реально серьезный инцидент они же видят что что-то реагирует кого-то эвакуируют и вы потом будете вынуждены доказывать что у вас ничего не произошло это плановая тренировка оповещайте персонал оповещайте клиентов больницы если вы проводите чтобы они не думали что такое происходит почему бегают ремонтники куда-то оборудование везут это серьезные вопросы которые повлекут потом возможно серьезные проблемы к этому тоже надо готовиться и собственно в завершении это как бы напоминание пока практики нет в кодекс административного правонарушения введено требование за нарушение порядка не просто сроков то есть для значимых объектов КИИ тренировки они обязательны это аргументация вам при разговорах с руководителем почему вам надо организовать и провести тренировку надеюсь что мой доклад для вас принес определенную пользу и к вам не будет применена данная статья кодекс административных правонарушений спасибо отлично спасибо большое Валерий во время своего доклада вы очень много внимания уделили тому что очень сложно организовать тренировку потому что это все-таки действующая инфраструктура обязательно ли тренировку проводить на действующей инфраструктуре почему мы не можем это сделать в каком-то выделенном тестовом кластере или на выделенных рабочих местах грубо говоря вывести этих людей в какой-то отдельный кабинет где они покажут как они действуют в разных нештатных ситуациях я понял смотрите тренировки по компьютерным циндентам это не какая-то эксклюзивная вещь у нас есть тренировки по противопожарной безопасности вот представьте у вас вместо отработки эвакуации с рабочего места вы вывозите людей в профилакторию и показываете а вы эвакуируетесь вот так вот ну то есть это да они что-то отработают но у нас требование отработать в тренировке план реагирования на компьютерный циндент который вы разработали в отношении определенного объекта КИИ вы можете собрать как там на атомных станциях есть учебный центр где полностью стенд имитирующий блочный щит управления атомной станцией но в больнице создать учебный лабораторный корпус имитирующий основной достаточно трудозатратно вряд ли кто-то этим будет заниматься то есть как вариант да но по сути у нас задача отработать именно на реальном оборудовании у меня вопрос наверное даже не к Валерию но все-таки много говорилось про то что необходимо имитировать действия сотрудника НКЦКИ да чтобы там какие-то вопросы а с НЦКИ вообще не прорабатывали вопрос чтобы они тоже участвовали в таких тренировках прорабатывалось со стороны НКЦКИ это находит полную поддержку они заинтересованы в таких тренировках но здесь же ограничены средства то есть количество объектов и количество тренировок оно огромное то есть вырывать каждый раз сотрудника для того чтобы он имитировал какую-то штатную ситуацию на мой взгляд это не целесообразно то есть они могут подсказать материалами как это сымитировать и мы собственно пользуемся уже накопленным опытом и вот просто по факту тренировок я имитирую работника НКЦКИ то есть я участвую и как посредник в тренировках и в нужных сценариях я просто начинаю по карточкам это дело отрабатывать это снимает нагрузку дополнительно на НКЦКИ но в случае каких-то сложных и серьезных объектов да там такое предусмотрено то есть привлечение и уже и они набираются опыта с конкретными объектами с их защитой и реагированием и мы такое получаем то есть такая работа ведется за счет того что мы в одном городе находимся это как бы нам упрощается нашим столичным статусом можно еще очень быстро вот на примере было про медицинские учреждения про МРТ а как они все-таки определяют что выход МРТ происходит из-за компьютерного инцидента или техническая поломка я поясню мы со своим Минздравом этот вопрос прорабатывали они говорят что у них при выходе из строя такого оборудования есть конкретный четкий протокол именно с точки зрения технических поломок да и я это озвучивал что с точки зрения именно на компьютерный инцидент здесь больше вопрос сохранения следов когда они заменяют оборудование то есть подключается либо там гормедтехника либо какой-то подрядчик кто обслуживает с точки зрения именно определения для обычного врача это будет выглядеть как выход из строя оборудования неважно по какой причине и мы обязаны на это реагировать то есть расследование компьютерная атака привлекла это или нет она уже пойдет дальше и это уже при взаимодействии с НКЦКИ но именно врач увидел что он не получил картинку или он получил некорректную картинку с томографа он будет оповещать по процедуре о компьютерном инциденте то что мы тренируем просто он сообщает у меня не работает у нас включается протокол по реагируем по 282 приказу ФСБ но для самого врача будет выглядеть так же сломался не сломался спасибо спасибо большое спасибо спасибо Валерий и мы наверное продолжаем я приглашаю на сцену Ольгу Елисееву руководителя департамента проектирования и внедрения центра информационной безопасности инфосистемы джет вам слово меня зовут Ольга меня зовут Ольга я работаю в компании инфосистемы джет 11 лет и последние полтора года я возглавляю команду по запуску продукта киберучений джет сайберкэмп сегодня я темой своего доклада выбрала посмотреть какая параллель существует между двумя индустриями сок и киберполигонами по моему мнению там много общего и сегодня я вам это покажу но сначала я хочу рассказать о нашем опросе который мы проводили недавно среди наших заказчиков и нас очень удивил голубой показатель 35% респондентов на вопрос проводите ли вы киберучения в своей компании уверенно ответили да и мы решили уточнить что же имели ввиду когда отвечали что имелось ввиду под киберучениями и сюда попали те компании которые действительно участвуют в киберучении проводят их для своих команд но также попали те компании которые проводят недели безопасности повышение осведомленности пользователей и рассылку фишинга и нельзя сказать что они неправы это говорит о том и подтверждает что сейчас нет четких понятий что же такое киберучение что такое киберполигоны и можно вспомнить что первые два года сок форум только и обсуждал что такое сок и зачем он нужен я хочу сказать что сейчас мы с вами являемся свидетелями а даже скорее всего участниками становления индустрии на нашем рынке поэтому я хочу начать свой рассказ что же мы понимаем под киберполигонами он состоит из двух основных элементов это технический и контентный к техническому относятся учебные и теландшафт куда могут входить разные сегменты корпоративные СТП средства защиты прикладное программное обеспечение армы серверы конечно же уязвимости ошибки администрирования вам все это знакомо второй элемент это сердце киберполигона это его контент это методологическая база которая как раз и определяет как же будет использоваться технический слой какие на нем будут сценарии учения тесты которые будут направлены как раз на повышение практических знаний участников киберучений и конечно же метрики кипиай и сегодня в рамках своего рассказа я хочу поделиться опытом как мы строили киберполигон для заказчиков и какой путь мы прошли когда решили построить свой собственный киберполигон как продукт в 2017 году мы начали строить киберполигон для заказчика и перед нами стояли три основных задачи в первую очередь это сделать киберлабораторию где сотрудники заказчика могли знакомиться с средствами защиты тестировать родоспособность как некая песочница и вплоть учиться как измерять пропускную способность канала вторая задача это было реализовать как раз киберучения и в двух направлениях как атакующие так и защитники и вишенкой на торте должна была быть визуализация которая показывает прогресс прохождения этих учений и скоринка геймификация и в ходе этого строительства у нас получилось наверное скажу что целая кибер вселенная это был большой масштабный проект который включал и серверы и сеть и видеостены все это было наполнено контентом и даже был разработан дизайн учебного класса где должны были проходить киберучения и когда мы строили этот проект строительство где-то заняло полтора может быть даже два года всем стало очевидно что когда строишь такой ледокол то важно подумать что в нем еще должно быть кроме серверов и контента чтобы служил еще много десятилетий и здесь три вывода которые сделали участники команды как мы так и клиент что важно чтобы у тебя была своя собственная команда которая будет эксплуатировать этот ледокол что должна быть команда которая будет поддерживать инфраструктуру в актуальном состоянии ее модернизировать обновлять и привносить что-то новое второе нужна команда которая будет заниматься регулярным обновлением контента потому что обучающий контент имеет свойство быстро устаревать пройдя тренировку третий раз вам уже будет неинтересно и конечно же очень круто если вокруг всего киберучения кибертренировок сразу бизнес-процесс чтобы это было и регулярно оценивались метрики этих киберучений получив такой уникальный опыт мы задумались а мы же в текущий момент сапожники без сапог и нам актуальна точно такая же платформа потому что мы интегратор у нас есть много департаментов много специалистов у нас например есть пентестеры которым важно получать своевременно опыт о новых технологиях о новых средствах защиты которые важно научиться обходить у нас есть инженеры я надеюсь может вы тоже сталкивались что периодически раз в год любой инженер мечтает стать пентестером или работать в соке потому что стильно модно современно им важно понимать когда они настраивают ваф как думают атакующие как лучше его настроить плюс у нас есть команда коммерческого сока джетсирт которая растет масштабируется им важно быстро готовить кадры чтобы быстро росла первая и вторая линия и приносила выхлоп уже достаточно короткий строк и была важная задача сделать это системно и мы решили построить киберполигон для таких собственных нужд для интегратора пока мы строили начали появляться запросы рынка особенно от тех компаний которые строят свои соки и перед ними стоит задача взращивать точно такую же команду у нашего коммерческого сока начали спрашивать как мы готовим свою команду чему мы их учим как долго у нас занимает этот процесс как выставлено наставничество и мы как коммерческая компания подумали если у нас есть такой продукт и он нам интересен полезен для собственных нужд что мы можем сделать для рынка полезного и тут мы как раз вспомнили о такой индустрии как сок недаром же мы на сок форуме и думаю что вы все помните как развивалась индустрия что несколько лет назад сиемом называли сок потом вспомнили что есть люди еще процессы а сейчас сок это такой же ледокол который с каждым годом наполняется новыми инструментами новыми средствами защиты и если сейчас посмотреть на эту индустрию то она примерно выглядит так есть компании которые действительно подстроили свой собствен их определенное количество есть те компании которые переходят в аутсорсинг но объективно говоря наверное чисто собственного сока не существует потому что часть процессов все равно отдается на аутсорс тот же TI не существует полного аутсорсинга потому что в компании остается CIS остается информационные технологии которые участвуют в расследовании инцидентов и принятии каких-то критических решений и таким образом компания просто ищет свою уникальную формулу между этими двумя недостижимыми плюсами и выбирает каждую свою формулу своего гибридного сока и если смотреть через этот фильтр на индустрию киберучения киберполигонов то здесь в принципе аналогичная ситуация есть те компании которые смогут построить свой собственный сок но я думаю что их еще меньше чем те которые построили свой собственный сок есть внешние сервисы где можно пройти киберучение но как мне кажется что будущее за тем что где-то киберполигоны киберучения они где-то посередине и это как сервисная модель где будут те кто захочет воспользоваться внешним сервисом но им будет важна кастомизация под их инфраструктуру под их средства защиты будут те кто захотят построить свой собственный киберполигон но скорее всего часть процессов выгоднее будет отдать на аутсорсинг та же эксплуатация обновление контента а может быть где-то привлечение внешних тренеров и глядя под таким углом мы решили что нам нужен свой киберполигон как продукт который будет предоставлять собой набор гибридных таких сервисов и мы посмотрели на наш подруг соотносится ли он нашим целям или нет и пришли к выводу что на пути к созданию к продукту есть определенные барьеры которые мы не учли когда строили киберполигон под собственные нужды была смешанная архитектура в аварии ЕВНГ которая наносила определенные сложности в эксплуатации трэблшутинги у нас отсутствовала какая-либо автоматизация и дополнительный нюанс который мы поняли поскольку мы были клиентами своего собственного киберполигона мы проходили весь этот клиентский опыт проводя обучение на наших внутренних сотрудниках это нам подсветило что очень важно иметь единый интерфейс централизованный для взаимодействия с участниками и плюс для нас был интересный момент когда вы строите свой собственный киберполигон наверняка вам важно чтобы все ваши решения были в этой инфраструктуре именно те вендора которые вы используете в реальной жизни но когда это как продукт как сервис когда важно чтобы быстрая адаптация пользователей проходила чтобы они быстрее вовлекались и для них было юзерфрендли интерфейс то здесь важно еще выбирать те средства защиты которые обеспечат этот легкий вход и вот в нашем случае нам ситуация сиема подсветила что первого вендора которого мы выбрали он был с высоким порогом входа и участников киберучения очень много времени тратилось на освоение сиема а он как правило в киберполигонах достаточно занимает весомое место является ядром и таким образом мы проанализировали и поняли что текущий продукт мы к сожалению или к счастью получив такой опыт не можем масштабировать и как вы думаете что мы решили в общем ломать не строить мы решили что мы сломаем и лучше заново построим каждый опыт это опыт и тогда мы выбрали те три ключевые цели которые мы хотим реализовать в киберполигоне и уже от целей отталкивались и выбирали нашу архитектуру первая цель нам важно было сделать нашу инфраструктуру гибкой для этого мы сделали так на уровне архитектуры чтобы было ядро которое остается неизменным и все остальное добавлялось комбинировалось в виде модулей которые легко взаимозаменяются взаимодополняются и друг с другом работают мы сделали так что каждый сценарий это отдельная инфраструктура чтобы участники могли проходить киберучения и не мешать друг другу и в основе технологий использовали самые последние такие как ансибола докер вторая цель которую мы перед собой поставили это как раз быстро адаптация инфраструктуры под запросы заказчика потому что есть те заказчики которым действительно важно чтобы команда работала именно с тем сиемом или с тем межсистемым экраном который у них есть в реальной жизни поэтому мы ставили задачу поскольку мы интегратор у нас нет проблем с компетенциями у нас есть внедренцы которые запросто внедрят любое решение нам тут важно было учитывать это на уровне архитектуры поэтому мы на уровне сети сразу учли что нам легко ее восстановить и в части съема например поставили так сделали так что сначала события поступают на шину и теперь один съем на другой поменять для нас это в принципе простая задача на небольшую длительность третья цель это же конечно же контент это сердце как я называю киберполигона и здесь мы посмотрели по сторонам что уже существует на нашем рынке и поняли что очень много предложений в виде соревнований и это классно когда ты попадаешь в соревновательную атмосферу мы сами любим участвовать в киберучениях команды хватает нам хорошего стресса но мы все-таки сделали акцент на том что чтобы получить навык у тебя все-таки должны быть какие-то знания поэтому мы сделали акцент на том что мы в наш киберполигон привлекаем экспертов тех же самых пентестеров тех же самых коллег которые участвуют и работают в расследовании инцидентов внедренцем и они фактически являются тренерами и они обязательно дают какую-то сначала теорию делятся самым ценным своим опытом и только потом небольшими итерациями получив какое-то практическое знание мы их уже запускаем на реальные киберучения для этого мы сделали так что у нас есть LMS как единый портал он доступен со всех устройств и тренер даже может подключаться к сессиям пользователей и помогать если возникли какие-то сложности для нас также важно было чтобы тренировать командность потому что в случае реальной угрозы сила за командой как они слажены друг с другом работают поэтому мы тоже наш сценарий делали так чтобы учащиеся делились на команды совместно взаимодействовали и могли себя попробовать в разных ролях в этих киберучениях мы делаем так что у нас есть киберучения где тоже могут тренироваться в роли атакующих и в роли защитников в этом году мы задумались как же может выглядеть корпоративная информационная безопасность и сформулировали модель назвали ее аэропорт и она состоит из трех уровней первый уровень он нацелен на замедление проникновения злоумышленника вашу инфраструктуру второй уровень нацелен на то чтобы вовремя обнаружить и прореагировать если уже злоумышленник попал и здесь как раз всем ваши вам знакомые соки и третий уровень это как раз уровень тестирования насколько команда реально готова ко встрече с злоумышленником и по нашим наблюдениям по результатам общения с нашими клиентами мы видим что этот уровень как раз куда подходят киберучения и Red Team он недостаточно проработан потребность есть запрос есть но к сожалению на текущий момент времени не все уделяют этому должное внимание поэтому нам кажется что если индустрия возьмет весь опыт те десятилетия года которые прошла сок и быстрее пройдет этот путь и придет какой-то гибридной схеме к сервисной модели то доступность киберучений будет намного выше и этим уровнем начнут заниматься все больше количества компаний поэтому я вас приглашаю строить эту индустрию вместе спасибо оля опыт показывает что вы решаете конкретную задачу под конкретных заказчиков и вам приходится адаптироваться подводные и я сейчас уточню к чему я это самая важная деталь любой платформы киберучений как ты рассказала это контентная составляющая и контентная составляющая должна быть как можно ближе к реальности но с другой стороны у вас есть заказчики с дефицитом кадров и некоторым порогом вхождения каким образом вы решили вот эту вот несостыковку когда вам нужно с одной стороны реальные сложные сценарии а с другой стороны вам нужно научить людей которые возможно очень мало понимают в реальном реагировании и порог входа совершенно другой да слава спасибо большое за вопрос я отвечу так во первых мы проводим ну я не могу сказать оценку условно зрелости по компетенции у нас есть определенный тест который показывает нам ту команду которая к нам придет и мы стараемся по тайм ауту по возможности адаптировать наш контент но именно как ты отметил что порог входа и компетенции не все готовы сразу в бой в сети участвовать это реально для многих стрессово поэтому мы сделали так что у нас все-таки есть наши коллеги которые сначала расскажут на небольших примерах дадут попробовать а потом когда ты уже приобрел какие-то знания почти перевел в навык ты уже можешь реально идти расследовать те инциденты которые мы предоставили и подготовили на этой инфраструктуре именно как раз если коллеги матерые прошаренные безопасники которых трудно удивить то там теоретическая часть конечно им не нужна их можно сразу пускать в бой а для тех кому нужна мы вот этот теоретический блок и включили отлично спасибо большое Ольга и у нас следующий доклад я приглашаю на сцену Ярослава Бабина руководителя отдела анализа защищенности приложений компании позитив технологиз всем привет меня зовут Ярослав Бабин я руковожу в Postive Technologies анализом защищенности приложений мы ломаем банкоматы онлайн банкинг веб-приложения босс терминалы в общем исследуем кучу различных разных систем но кроме этого я еще и организую киберполигон стендов который сейчас проходит как мероприятие на Postive Hackdays и отдельно недавно был в ноябре что вообще такое стендов обычный киберполигон со своей инфраструктурой внутри него мы как обычно как в любой корпоративной инфраструктуре там есть типовые сервисы для нее там типа эксченджа овы не знаю какие-то ERP системы докеры куберы прям ну обычная IT-инфраструктура кроме этого так как мы занимаемся анализом защищенности мы хорошо понимаем что пентестеры встречают в своей работе и в зависимости от этого меняем систему плюс если к нам приходит клиент который хочет увидеть в инфраструктуре какие-то определенные сегменты сети или какие-то определенные системы мы тоже их туда добавляем кроме этого у нас есть экспертиза в анализ защищенности промышленных систем поэтому добираясь до сегмента с этой инфраструктурой часто можно встретить обычные промышленные системы скаду которые встречаются у наших заказчиков на их объектах в чем ключевое отличие это то что на стендов приходят за команды атакующих играть обычные хакеры это ребята которые работают в консалтинговых компаниях пентестерами исследователями это бакантеры ребята которые играют CTF поэтому инфре при атаках нет каких-то заложенных сценариев каждый хакер пользуется своими методами инструментами которые он получил за весь свой опыт поэтому трафик хакерский постоянно меняется и никак не привязывается к сценариям это хорошо помогает отработать навыки реагирования на непонятное того что происходит в инфраструктуре ну и конечно да на стендов приходят команды защиты которые собственно занимаются тем что пытаются понять что же такого сделали хакеры как в режиме мониторинга так мы и когда-то делали в режиме хардинг когда нужно делать так чтобы инфраструктура перестала быть взламаной и можно было бы поправить все то что сделали хакеры и закрыть от них все уязвимости начали мы разрабатывать в 2016 году тогда мы отказались от формата CTF потому что он не отражал не отражал то что нужно показать бизнесу потому что решение задач CTF это не тот формат который реально покажет бизнесу что вот произошла атака и эта атака может привести вот к таким-то недопустимым сценарием для бизнеса первая международная конференция со стендовом прошла в 2019 году там мы вышли на зарубежный рынок и участвовали в основном команды защиты из Абудаби и Арабских Эмиратов в 2020 у нас стало отдельное мероприятие как после в Хакдейс только оно называлось там за стендов Москву и что мы имеем сейчас у нас мимо нас прошло порядка тысячи хакеров которые каждый год каждое мероприятие их уже было порядка 9 участвовали у нас это больше 30 команд защиты некоторые из них участвуют не знаю уже почти каждый год да и больше 40 партнеров которые приносят свои вендорские решения какие-то части инфраструктуры которые мы точно так же подключаем стендов например в том году участвовал Азбука Вкуса которая принесла свои кассы и для них мы разработали недопустимые события когда например хакеры не должны были суметь смочь сделать так чтобы алкоголь был пробит после 23.00 для них это реально критично потому что за это могут отобрать лицензию и мы сделали такой бизнес риск и хакеры его успешно реализовали то есть смогли пробить алкоголь после 11 часов для кого это нужно атакующие приходят чтобы попрактиковаться то есть там различные ребята это какие-то эксперты которые уже давно работают в индустрии так и новички которые учатся в университете и хотят вообще понять как работает пинтест как как нужно атаковать инфраструктуру чтобы добиться какого-то результата это защитники которые приходят обучиться потому что за этот короткий период времени вы получаете огромнейшее количество трафика который нельзя увидеть наверное за год когда вы просто мониторите свою инфраструктуру а тут у вас приходят 250 хакеров и одновременно пытаются что-то сломать потом вы все это анализируете и быстро прокачиваетесь это прям такое очень хорошее погружение за несколько минут за несколько дней и последнее да это партнеры мы приглашаем всех сотрудничать с нами чтобы наполнять наш полигон и поправить какие-то свои уязвимости в системах которые вы хотите нам отдать у меня все спасибо Антон продолжит расскажет о том какие инциденты были на этом стендоффе да спасибо Ярослав и Ярослав забыл сказать что сейчас уже наступило бета-тестирование стендофф 365 онлайн платформа который можно будет присоединиться к каждому любому тестеру ну и она запустится в следующем году меня зовут Антон Калинин я являюсь руководителем группы аналитиков CyberArt группы компании на стейдж и сейчас постараюсь вкратце так как времени не так много рассказать про опыт именно этого стендоффа в ноябре группа компании на стейдж является соорганизатором стендоффа и является в ноябре являлась глобальным соком который мониторила и верифицировала отчеты синих и красных и немного про объект защиты что из себя представлял полигон это такое некое государство F в котором есть несколько различных отраслей это металлургия это нефтехим это транспортная отрасль жилищная ЖКХ компания электроэнергетика и все это было связано большой государственной IT платформой в этой IT платформе в этой инфраструктуре было заложено 50 недопустимых событий это те события которые могли привести к финансовым к репутационным либо технологическим последствиям когда до угрозы жизни ну или там такие как распространение вируса шифровальщика или один из недопустимых событий была эта публикация сведений от имени главы государства например там в твиттере от имени Трампа грубо говоря и что используют синие в рамках учений в рамках застендов у них большой стэк инструментов которые позволяют охватить разные направления мониторинга естественно ядром выступает обычно CM-система в которую отправляются события информационной безопасности с инфраструктуры с источников событий в качестве анализа веб-трафика стоит веб-аппликейшн файрвол для анализа сети все что происходит в межсистемом взаимодействии используются системы NTA в данном случае мы использовали PT-нетворк атак discovery и анализ всех файлов всех вредоносных вложений происходит с помощью песочницы и в песочницу причем отправляются файлы как с файрвола так и с network attack discovery так и с почтовых вложений анализ всего анализ всех активов используются различные сканеры мы используем max battle vm и для asutp сегмента используются специализированные системы анализа asutp трафика промышленного трафика мы использовали ptc ну и центром для нас как для глобального сока является rp система куда заводились все инциденты которые были обнаружены в рамках этого киперплигона и я попробую быстренько рассказать про две цепочки реализации рисков одна поменьше вторая чуть побольше но надеюсь если успею быстренько первое что здесь нужно знать транспортная компания жд жд-вокзал все мы там бывали есть там табло на табло высвечивается информация поезд москва ярославль отправляется с третьего пути 1840 и риск заключается в том чтобы подменить эту информацию на табло чем хатеры воспользовались ну 10 команд хатеров было в ноябре и все 10 команд смогли реализовать этот риск в результате чего информация на табло поменялась какова была цепочка цепочка такая небольшая и что здесь важно знать сам сервис информирования ажд находится где-то внутри инфраструктуры не буду погружать вас сейчас в сегментацию сегментация была достаточно большая на самом деле инфраструктура очень сложная очень много объектов если по простому сервис внутри инфраструктуры на периметре есть публичный сайт этот сайт был на техническом обслуживании по легенде и на нем стояла заглушка на сайте есть уязвимость атакующие эксплуатируют уязвимость что делают дальше сканят сеть на периметре на периметре ничего не находят потом опа а у сайта оказывается есть второй интерфейс и со второго интерфейса можно уже попасть внутрь инфраструктуры ну естественно так в реальной жизни делать не очень хорошо но у нас есть определенные векторы заложенные через второй интерфейс они находят уже нужный нам сервис сервис жд информирования нам тоже эксплуатируют уязвимость попадают на уровень операционной системы находит конфигурацию либо находит лодинг пароля администратора сервиса заходит под легитимным пользователем меняют данные что эксплуатировали красные команды если так по-быстренькому во-первых это xqe инъекция она не особо известна ну больше известна про xxs но вот xxe инъекция если по-простому это неправильная попытка xml объекта и это было на публичном сайте дальше для продвижения внутрь закрепляются делают прокси и есть такая уязвимость называется image tragic она она из-за неправильной обработки загрузки изображений позволяет получить привилегии исполнения кода ссылочки если что представлены на слайде какие инструменты используют красные burp suite известный инструмент для тестирования веб-приложений cobalt track framework для постэксплуатации ну и map стандартно для сканирования это как работают красные что видят синие и как все это обнаружить первое вав когда мы говорим о сайте о веб-приложении в первую очередь мы говорим про веб-аппликейшн фейервол и обнаружить те самые xxs инъекции нам позволяет вав но во-первых он слепой инъекция слепая что это значит что атакующие не понимают выполнилась ли их команда или нет и для того чтобы понять они отправляют запрос на свой внешний сервер и нам тоже надо понять синим выполнилась ли команда на хосте или нет и одного вафа чтобы понять нам недостаточно для этого мы в том числе используем cm ну и тут параллельно есть NAT который также фиксирует информацию об атаке в cm мы видим как раз эти исполнения команд видим значит у нас действительно хост компрометирован а каким образом это мы увидели в вафе дальше все просто на самом деле атакующие закрепляются загружают туда shell загружают видим каким образом работает shell при помощи network attack discovery и загружают on map это тоже можно отлично посмотреть как в cm так и в наде причем в наде мы можем не только посмотреть само событие но и выгрузить файл который загружался то есть может там не in map на самом деле было какое-то другое сканят сеть сканируют сеть находит нужный им интерфейс проксирует трафик проксирует трафик и также видно в вафе как каким образом они отправляют запрос на прокси дальше еще загружают файлики и дальше эксплуатируют уязвимость уже непосредственно на нужном им сервисе преэксплуатировав уязвимость меняют конфигурацию реализовывают риск вот простая цепочка на самом деле достаточно быстрая и вторая цепочка немного посложнее что здесь нужно знать здесь нужно знать что у нас есть нефтехимическая компания что в ней есть сервис об оповещении ЧС о чрезвычайной ситуации и в этот момент когда там происходит оповещение все должны естественно подорваться эвакуироваться и так далее ну полиденьги и риск заключается как раз в включении ложного оповещения о чрезвычайной ситуации что еще надо нам знать что этот сервис находится где-то в бизнес сегменте ну в сегменте бизнес приложений есть какой-то промежуточный хоп до которого можно добраться все дальше как все это развивалось вот такая большая цепочка две минуты окей я тогда не буду показывать как это все было красиво на системах мониторинга просто расскажу где и как мы словили и как все это произошло атакующие отправляют фишинг фишинги отправляют документ документ резюме на почту HR HR открывает это письмо естественно читает это резюме в резюме там макрос который закрепляется на машинке на машинке они пытаются там поднять привилегии тащат учетку учетную запись пользователя HR пытаются каким-то образом проникнуть дальше но не получается здесь сегментированием и уходят в подполье и вроде бы красные скомпрометировали у нас пользователя но как жить дальше они не поняли и ушли зато через 6 часов они находят сервисы VPN подключаются по VPN уже в другой сегмент сегмент через VPN сеть находят промежуточный хоп этот хоп ломают под учетной записью которую скомпрометировали с промежуточного хопа как раз уже находят сервис оповещения OCS и там тоже меняют конфиг ну в принципе тоже эксплуатация уязвимости как раз суть в том что изначально все начиналось вроде бы с HR который был в отдельном вообще пользовательном сегменте из которого никуда нельзя было пробиться уж тем более в сегмент вот этих бизнес-приложений где был оповещение OCS но найдя другой совершенно путь через VPN они смогли попасть используя эту учетную запись и реализовать риск что эксплуатировалось да тут в принципе можно посмотреть быстренько фишинговые противовыложения GCPotato и RCE в мин используемые инструменты тоже достаточно известные стандартные Cobalt Strike Metasploit Mimikatz ну виндовые инструменты для эксплуатации так это быстренько пробежимся еще презентация будет доступна можно будет посмотреть и итоги Ярослав уже на самом деле озвучил зачем участвовать в стенд-оффе ну и с моей точки стороны это отличный шанс посмотреть на реальный красный трафик реальных хакеров которые вы нигде не увидите и никогда не заложите ту логику как они будут двигаться каким образом они смогут реализовать этот или иной риск стенд-офф помогает показать бизнесу недостатки инфраструктуры и понять как их можно взломать ну и пропилотировать те средства защиты которые вы не можете себе там на текущий момент внедрить или хотите просто узнать выбираете какое-то текущее решение и хотите выбрать наиболее лучший вариант ну и итоги этого ноября это наши такие общие моменты что ребята которые приходили синие команды участвовать они выявили всего 173 инцидента это 5 команд в общей сложности выявило 173 инцидента в то время как глобальный соб собир art выявило 202 причем эти 202 инцидента это такие связанные события они единичные атомарные всего было реализовано 19 событий из них 6 уникальных ну и в целом наверное все спасибо за внимание спасибо большое и мы тогда продолжаем я приглашаю на сцену наших следующих спикеров анастасию зубарю руководителя группы проведения киберучений национального киберполигона компании ростелеком солар и антона кокина руководителя управления средств защиты айти инфраструктуры тмк добрый день дорогие друзья меня зовут анастасия зубарева и мы сегодня с антоном кокином расскажем вам про очень интересный кейс как мы проводили киберучение и что из этого получилось и наша презентация не зря называется ожидание реальность потому что будет именно так и наверное я самую важную часть сказала вступление антон тебе слово спасибо анастасия поменьше маркетинга побольше интересного мы я представляю тмк тмк делают трубы и сервис вокруг них лучше всех можно спасибо антон следующий мы совместно с партнером строим сок на гибридной основе я об этом рассказывал на прошлом сок форуме и специально вот этот слайд полностью не переделанный с прошлой презентации в промышленном соке есть определенная проблематика эта проблематика связана с реагированием мы непрерывно действующее производство это раз во вторых в процессе реагирования работают различные команды энное количество участников это как представители информационной безопасности IT эксплуатирующие подразделения представителей АСУТП это подразделение госсобки и так далее и так далее соответственно очень важно чтобы все члены команды команд знали что им делать когда делать какие инструменты необходимо использовать соответственно какие решения это мы для себя видим это первое это разработка там конкретных плейбуков по реагированию но он останется навсегда плейбуком будет положен быть стопку если не будет проводиться практических занятий то есть мы должны и провели обратились к партнерам для того чтобы провести киберучение соответственно что мы ожидали у нас есть общекорпоративное мероприятие это очень большое мероприятие собираются более тысячи человек это мероприятие связано с различными активностями в том числе спортивными поэтому одно из требований было это соревновательный формат это раз второе как я уже озвучил важно отработать именно взаимодействие различных команд поэтому представители были различных подразделений необходимо было с какие выручения должны проходить были по тем практическим сценариям которые мы используем в жизни это как интеризацию поиск уязвимостей и мониторинг в том числе но очень интересно как это восприняли мы как это восприняли мы мы это восприняли как серьезный вызов потому что выглядело этой серии что должно быть красиво масштабно увлекательно поскольку это большое общекорпоративное мероприятие и было понятно что обязательно должен быть какой-то элемент шоу но одновременно с этим все-таки задача того что это должно быть очень практической историей что это должна быть какая-то конкретика отработка каких-то конкретных навыков мы тоже услышали и поэтому это был достаточно серьезный вызов одно дело вы делаете какие-то киберучения серьезные большие масштабные вот как например сегодня проходили вчера и сегодня здесь на сок форуме другое дело когда вы делаете такого же формата сложные киберучения но только должны каким-то образом какой-то зрелищностью строить их в какое-то достаточно развлекательное мероприятие но с серьезным лицом а в принципе что мы сделали как это было мы решили объединить эти две вещи пойдя пойдя двумя путями во-первых мы создали легенду которую озвучили нашим участникам это была легенда в принципе приближенная к реальности как одно из условий которые нам было поставлено со стороны заказчика в чем заключалась легенда поскольку компания ТМК большая там много компаний это группа компаний мы предположили что вполне себе вероятна история когда компания приобретает какие-то активы какие-то предприятия на которых совершенно непонятно что происходило до специалистов и специалистам собственно надо было разобраться понять какая инфраструктура что там было с другой стороны с другой стороны была техническая часть собственно говоря что мы дали участникам что они должны были сделать во-первых это действительно проинвентаризировать инфраструктуру понять какие машины есть были теневые машины потому что видимо до специалистов ТМК там совсем нерадивые администраторы работали поэтому были даже теневые машины нужно было провести аудит и анализ защищенности собственно говоря какие уязвимости есть в этой инфраструктуре очень важный момент к которому я чуть позднее вернусь это то что в рамках анализа защищенности важно было приоритизировать те уязвимости которые были заложены и предоставлять нам не полный перечень из 100-500 миллиардов миллионов уязвимостей а приоритизировать то что на взгляд специалистов было критическим ну и собственно говоря была история про расследование потому что беда не приходит одна и помимо того что там непонятно какие инфраструктуры на эти инфраструктуры была совершена атака то есть участники столкнулись с тем что был реализован сценарий была реализована цепочка атак был реализован определенный киллчейн говоря про масштабность и вот эту вот зрелищность мы подготовили стенд мы подготовили макет где ездил поезд работали предприятия все красиво нарядно модно молодежно была вынесенная площадка это важный нюанс и я не зря на него тоже обращаю внимание была площадка которая изначально не предназначалась для киберучений то есть коллеги под подняли для нас отдельный шатер отдельно туда было проведено электричество интернет все вообще в лучшем виде а что из этого получилось я напомню что у нас называется киберучение ожидания реальность наш доклад что пошло не по плану давайте сначала послушаем Антона как они это видели как это должно было выглядеть отдельно очень хотелось проработка реагирования потому что как я уже озвучивал мы строим сок на гибридной основе и поэтому команды это в первую очередь команды по реагированию при этом разных подразделений соответственно здесь возникли вопросы высокая динамика и скоринг вот это очень очень важный вопрос который нужно было прорабатывать более точно и соответственно скоринг если он у вас есть его нужно на чем-то обкатывать нельзя просто так вот здесь взять и придумать скоринг и впустить его в первое мероприятие потому что это у вас очень высокая доля ошибки которая может повлиять в том числе на процесс на команды ну не знаю наверное все был еще один нюанс вы про него забыли и в тот раз а этот нюанс был с нашей стороны это были очень строгие технические требования киберполигон и наша платформа кибермир работает таким образом что такая мелочь как интернет имеет для нее колоссальное значение и собственно говоря ширина и стабильность этого канала для нас играла очень важную роль поскольку участники получали доступ к своим инфраструктурам и рабочим местам через веб и собственно говоря мы сказали коллеги нам очень нужен интернет а что пошло не так ну собственно говоря что пошло не так и как мы поняли задачу дело в том что киберполигон в течение этого года провел уже больше 65 киберучений я прошу похлопать мне потому что я принимала участие во всех спасибо и в рамках этих киберучений всегда достаточно значительный фокус достаточно значительный акцент делался на форендику и мониторинг но это такая стандартная история которую мы можем предлагать в любое время суток и реализовывать такой формат киберучений собственно говоря что мы сделали для коллег мы предложили им такой же формат сделать акцент на форендику второй нюанс это то что заранее наверное мы все таки не учли это то что у команды было очень серьезное очень серьезное различие в бэкграунде то есть все специалисты были высоко квалифицированными но у них были разные направления навыков и специализации работы то есть действительно на площадке было 7 команд и в командах были представлены как участники которые специализировались в частности на реакте участники которые также специализировались на мониторинге были даже специалисты которые были из технологического сегмента ну то есть это абсолютно разные специалисты и учесть вот эту вот разницу кто-то работал с одними средствами защиты кто-то с одними продуктами кто-то с другими это было достаточно сложно оценить и учесть заранее. Ну, собственно говоря, мы на это и наткнулись. Ну и, собственно говоря, третий нюанс, о котором я сказала, мы заняли отдельный выделенный канал, но он был не совсем выделенный. На нем одновременно с нами шла центральная трансляция всех мероприятий, которые шли параллельно, и мы это очень сильно ощутили, точно так же, как ощутили и наши участники. Ну и, собственно, да, действительно было непросто, но, тем не менее, с этими проблемами нам надо было что-то в срочном порядке делать, и мы сделали. Что мы сделали? Мы нашли компромиссы и начали общаться и разговаривать. Полезная вещь, всем рекомендую. Ну, собственно говоря, в полете совместными усилиями мы стали корректировать задачи, которые были из того, что у нас имелось. В частности, в самом начале я вам рассказала, что мы поставили задачи про инвентаризировать инфраструктуру и оценить уязвимости, приоритизировать эти уязвимости. Собственно говоря, мы добавили еще один нюанс. Это до настройка средств защиты, добавление определенных правил, от которых зависело, как участники будут на следующий день проходить этап форензики. То есть, здесь была история серии, ну, если вы не настроите, то, пардон, вы не сможете, скорее всего, обнаружить какие-то атаки, какие-то инциденты, которые были, и вы сами себе срежете возможности донабрать баллы на следующий день. То есть, вот этот элемент проактивности, добавление разного типа задач, насколько это было возможно уже на готовом готовых киберучениях, мы смогли все-таки добавить. Второй нюанс это вообще, на мой взгляд, интересный недостаточный кейс. Это кейс со скорингом. Мы полностью отказались от временной шкалы при оценке скоринга, потому что в принципе, наверное, никому не рекомендую ставить центральным критерием оценку скорости, потому что это, казалось бы, объективный параметр, но ничего подобного. Это достаточно субъективные истории. И вот, например, проблема из третьего пункта, то, что у нас там какое-то время лагал интернет, она достаточно критично сказалось бы, если бы мы оставили вот эту временную шкалу, участники по независимым от себя причинам просто не смогли бы вовремя отправлять отчеты. Поэтому никому не рекомендую ставить временной показатель как основной по отправке отчетов. Мы изменили историю, и мы добавили конкретные качественные показатели. Во-первых, определили, что будем оценивать количество найденных машин, в том числе и теневых, которые сложнее было найти в инфраструктуре. И второй нюанс, важный и, в принципе, воспринятый нами как такой полезный кейс, это добавили как раз приоритизацию, как ранее сказала. Это важная история про то, что участники должны были для себя понять, что из тех уязвимостей, которые мы заложили в инфраструктуру, что из них имело больше вес, что более критично было бы для продолжение работы на этом предприятии. И, в принципе, это тоже для коллег оказалось таким хорошим показателем оценки эффективности сотрудников. Ну и, собственно говоря, на следующий день с интернетом все было прекрасно, замечательно, все летало. Ну и, собственно говоря, вы видите фотографию, это мы. Так будет более похоже. Это мы же. Мы изменились за эти два месяца. Я предлагаю, Антон, делать выводы. Давай начнем с тебя. Я немножко еще дополню приоритизацию. Я не перестаю говорить. Это очень важная часть. Это часть важная во всех процессах. И поэтому хорошо, что мы сделали на этом как раз акцент. А почему мы сделали? Это вот там красными муквами можно написать, потому что мы общались. Это там коммуникация. Коммуникация с партнером, коммуникация с командами, коммуникация со всеми. Соответственно, как со стороны заказчика, рекомендации. Не надо ставить задачу. Я хочу красиво и хорошо. Я хочу разговаривать. Надо понимать ограничения коллег, ограничения платформы или ограничения там площадки и так далее, так далее. Коммуницировать со всеми. Наверное, еще что нужно важно отметить, как мы уже озвучивали, это скоринг. Очень-очень плохо менять там правила игры там. Близко к процессу проведения. И в том числе там как минимум скоринг нужно проверять заранее. Ну, Анастасия. Да, я, наверное, отталкиваюсь как раз от вывода про скоринг. Допомню, что у нас вот этот кейс работы с кастомизированным скорингом для киберполигона, национального киберполигона, он был первым. Дело в том, что у нас есть стандартный скоринг, который заложен в платформу. То есть это история, когда участники отправляют отчеты, находятся какие-то индикаторы компрометации, и платформа автоматически сравнивает те данные, которые присылают участники, с тем, что заранее заложено в виде эталонного отчета. Соответственно, здесь мы вышли на новый уровень, мы кастомизировали историю оценки. И в принципе, как такой общечеловеческий вывод, это интересная история про то, что скоринг нужно определять первым. Потому что, когда вы понимаете, что вы хотите оценить, вы понимаете, какие инструменты вам для этого требуются. То есть если к вам приходит заказчик и говорит, что мы хотим посмотреть на то-то и то-то, сначала поймите, как вы это будете оценивать. И исходя из этого, вероятно, будут уже выстраиваться другие требования, другие какие-то специфические черты, киберучения, которые вы будете проводить. Второй нюанс, это, капитанная очевидность, где-то сидит в зале, но это планирование. Планирование прежде всего. И планирование, вы знаете, здесь, наверное, история немножко про agile, даже в подготовке мероприятий и итерациями. То есть важно проводить дебрифинги на каждом этапе. Если вы подготовили какой-то этап, проводите дебрифинг и делайте это заказчиком. Я буду закольцовывать наш доклад и мысли Антона о том, что заказчик это действительно часть команды. И даже если он не хочет, все равно ему придется с нами общаться. И на каждом этапе это дополнительный источник информации. Вы лучше сможете корректировать и подгонять под нужды и потребности людей, которые к вам приходят. Именно те гиперучения, которые нужны именно им. В принципе, у меня, наверное, все. А у меня нет. Еще часть истории успеха, это потому что и проводили эти киберучения, участвовали в эти влечения, увлеченные своей работой люди. Спасибо команде Ростелеком СОВАР за увлечение и спасибо настоящему команде участников за то, что они также увлеченные. Участники огонь. Участники, часть участников была... Мы готовы ответить на вопросы. Мы готовы. Спасибо вам большое. Безумно интересно. На некоторых моментах, где были там по количеству проведенных киберучений, по проблеме с бэкграундом команд, хотелось просто, вот вспоминался мемчик, да, I feel your pain, bro. Это все понятно, да, 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 да. Прям исключительно могу посочувствовать и порадоваться, что вы смогли это все преодолеть. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вот вопрос, когда будет у вас следующий подобный, можно сказать, соревнование? Завтра. У нас киберучение завтра. Следующие киберучения у нас завтра закончились предыдущие 20 минут назад. Следующие киберучения у нас завтра, поэтому мы недолго здесь с вами будем. Большие киберучения мы также регулярно проводим, вот как, например, на СОК-форуме собрались команды абсолютно разных предприятий. Я думаю, это может быть целый отдельный доклад про то, как проходили наши киберучения. У нас сидит команда, давайте поаплодируем людей, которые готовили эти киберучения. Смотрите, какие классные. Вот, и все выжили. Улыбаются даже. Спасибо вам. Нам удалось это сделать, нам удалось провести программу СОК-форума совместными усилиями. Было интересно, было непросто. Я надеюсь, что все-таки те, кто пришел, нашел себе силы, узнали чего-то новенькое, интересное. Ну, а кто не пришел, ну, те сами виноваты. Мне кажется, доклады у нас получились действительно неплохие, полезные. И, скажем так, закладывающие основу для какого-то общения в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова